Здравствуйте, дорогие друзья! 1 сентября. На площади Ленина в Якутске состоялась торжественная линейка для первоклассников. В школах прозвучал первый звонок. Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Сертификат на материнский капитал с сегодняшнего дня можно получить в виде электронного документа. Предвыборная кампания в Госдуму вступила в решающую фазу. Число россиян, которые проявляют интерес к политике, выросло за год с 50 до 67%. Данная тенденция объясняется предстоящими выборами в парламент, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в ЦИО. Чаще, чем в среднем по выборке, политикой интересуются мужчины. 72%. Но вот, пожалуй, самое громкое заявление, напрямую касающееся хода и исхода выборов в республике, прозвучало на этой неделе из уст женщины. По словам председателя Центра избиркома Российской Федерации Эллы Памфиловой, в подписных листах самовыдвиженцев депутаты Госдумы Андрея Борисова было обнаружено более 150 подписей покойников. Я вот сегодня узнал средства массоинформации и авторитетной газете «Парламентская газета» о том, что со слов Эллы Памфиловой, председателя Центральной избирательной комиссии России, заявлено о том, что самовыдвиженец Борисов собрал большое количество неудовлетворительных подписей, среди которых больше 150 покойников. Сразу же я обратился в нашу окружную избирательную комиссию республики, самому председателю Анатолию Денисовичу Кривошапкину, и выяснил, были ли даны со стороны окружной избирательной комиссии, рабочей комиссии, такие данные. Мне не подтвердили о том, что такие данные были даны. И председатель обещал о том, что он сделает соответствующее заявление. И вот вчера агентство ЕСЯ опубликовало материал под заголовком «ЦИК Якутии», двоеточие. Невозможно, чтобы 150 мертвых душ были в подписном листе. Цитата. Председатель ЦИК Якутии Анатолий Кривошапкин недоумевает, откуда Элла Памфилова взяла информацию о 150 подписях покойников. Как заявил Анатолий Денисович, окружная избирательная комиссия отправила запрос об источниках этих данных. Он отмечает, что в подписные листы невозможно внести данные 150 умерших. Конец цитаты. Еще недавно самовыдвиженца, говоря о мотивах, побудивших их баллотироваться в парламент, гордо заявляли о высокой чести быть избранными непосредственно народом, стать настоящими его представителями. Но вот как комментирует регулирование админресурсом возможностей прохождения кандидатов самовыдвиженца в Государственную Думу политолог Аббас Галямов. Кстати, он-то знает, о чем говорит. Нынешнее законодательство сформировано таким образом, что самодвиженцу там не место. То есть, после этого, если ты серьезно хочешь побеждать, ну зачем тебе идти по той дороге, которая чрезвычайно сложна, тернистая, так сказать, и без всяких гарантий на успех. Ну, есть магистральный путь, проложенный в российской политической системе, с помощью политических партий избираться. Ну, так иди туда и ищи подходящую партию, договаривайся с своим руководством, попроси, чтобы тебя выдвинули. Понимаете? Это как минимум гарантирует тебе, что тебя не снимут в какой-то момент, потому что самодвиженца снять, вернее, отказать ему в регистрации легче легкого. Потому что система сбора подписей законодатель сформировала таким образом, что преодолеть ее можно только, ну, если власть благосклонно на тебя, так сказать, посмотрит. Потому что практически любой подпись можно признать недействительной. И при наличии желания избирком всегда откажет тебе в регистрации. В понедельник более 70 представителей общественности Якутии направили в адрес председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой письмо в поддержку кандидатов депутата Государственной Думы Андрея Борисова. Цитата. «Наше обращение к вам мотивировано стремлением утверждения объективности в работе Якутской окружной избирательной комиссии при регистрации кандидата самодвиженца Андрея Савича Борисова в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по Якутскому одномандатному избирательному округу номер 24. Мы хотели бы акцентировать ваше внимание на отсутствие должной рефлексии отдельно взятых членов Якутской окружной избирательной комиссии на применение безобразно грязных технологий со стороны конкурентов кандидата самодвиженца. Мы можем многое рассказать вам, но понимаем, что не можем злоупотреблять вашим временем. Конец цитаты. А может, все-таки надо рассказать о многом? Хоть и вспоминается поговорка про плеть и обух. Газета Якутия в сегодняшнем номере опубликовала материал, о чем говорят кандидаты. Цитата. На очередном заседании окружной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия была рассмотрена жалоба кандидата одномандатника Айтала Ефремова, в которой он просил разобраться с фактом распространения Федотом Тумусовым заведомо недостоверной информации о его поддержке Общероссийским народным фронтом и президентом России Владимиром Путиным. Это конец цитаты. Оно касается, так скажем, поведения Федота Тумусова, который неоднократно заявляет, в том числе и на теледебатах, и в радиоэфире, который мы совместно проводили, о том, что его поддерживает Общественный народный фронт. Из постановления номер 17 дробь 5 от 30 августа 2016 года окружной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. Цитата. В связи с тем, что кандидат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва Тумусов ФС при использовании в агитационных материалах указывал на свое выдвижение от Общероссийского народного фронта и поддержки лидера Общероссийского народного фронта президента Российской Федерации Владимира Путина направить заявление кандидатов депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва по избирательному округу Республика Саха-Якутия и Якутский одномандатный округ номер 24 Ефремова АК в прокуратуру Республики Саха-Якутия для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 51 закона РФ от 27 декабря 1991 года о средствах массовой информации пункта 1.1 статьи 56 федерального закона от 12 июня 2016 года номер 67 ФФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Конец цитаты. Настоящее постановление размещено на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. 30 августа информационный портал Саха-Лайф опубликовал открытое письмо члена Союза журналистов РФ заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, почетного ветерана Республики Саха-Якутия Николая Реброва, председателю Центра избиркома Якутии. Цитата. Мне непонятно, почему все проходят мимо того факта, что Ф. Тумусов, оказывается, занимается бизнесом. Как пишет об этом газета «Известия», приводится ссылка на сайт «Известий». Господина Тумусова в статье называют бизнесменом. Якутияне помнят, что Тумусов в 90-х годах и в начале 2000-х много лет руководил фондом САПИ, который был закрыт, обанкротился и не вернул кредит, одну тонну золота. Кстати, о САПИ. Складывается ощущение, что с гордостью на своей страничке в соцсети Федот Тумусов вспомнил корпоративные ценности фонда. Цитата. Что хорошо для САПИ, хорошо для Якутии и всех якутян. Вы это серьезно? Мне много раз попадались в публикации известных и уважаемых людей, обвинявших Соединенные Штаты в мании величия за подобное. Что хорошо для Америки, хорошо для всего мира. Самое время поговорить о креативе. Нынешние избирательные кампании. Многие политологи обращают внимание на смысловую пустоту и невыразительность, с какими ведут агитацию кандидаты-одномандатники и выдвинувшие их партии. Комментарий Аббаса Галямова. Они уже столько лет этим занимаются, что они уже забыли, как выглядит избиратель. Они хорошо знают цвета своего начальника, потому что там проводят очень много времени. Значит, знают привычки и пристрастия его секретарши. А вот рядовые избиратели, они давно не видели, они про него подзабыли. Поэтому сейчас, когда Кремли отправляет, идите в поля и работайте, ведите компанию, вдруг эти люди с удивлением выясняют, что, значит, что говорит избиратель, они не очень знают. И вот они начинают нести, пардон за выражение, всякую ахинею, думая, что это то, что нравится избирателю. Нельзя вести компанию за все хорошее против всего плохого. Ну, мы там, мы против бедности. Ну, естественно, все скажут, что они против бедности, и, соответственно, ты потеряешься, вот ты станешь еще один из безликой массы вот этих людей. Поэтому перед тем, как ты начинаешь избирательную кампанию, ты обязательно должен сформулировать месседж своей кампании. Значит, это буквально максимум на страницу текста, в котором ты четко сформулируешь, почему, собственно говоря, избиратель должен проголосовать за тебя. Вроде бы логично, да, вот ты для себя это сформулировал, а потом уже с этим пошел к избирателю и объясняешь ему, вот этот месседж пересказываешь. Приведу некоторые примеры рекламных слоганов. Перезагрузить систему? Хочется спросить, какую? В богатой стране не должно быть бедных. Ну, а кто против? Мы за народ. Опять же вопрос. А все остальные? Я вот сейчас вспоминаю, СР, например, не дадим, значит, украсть наши пенсии. Ну вот, они, по сути, обещают, что они наведут порядок в пенсионном фонде. И, соответственно, не дадут украсть. Но это же обещания. На самом деле, ну, может быть, я считаю, что на самом деле они только обещают как раз. Там нет такого, что они ничего не обещают. Другое дело, что эти обещания сформулированы так, что зачастую там человек не может понять вообще, о чем речь. Ну, безграмотно сформулированная. Есть знаменитая история с американской домохозяйкой, которая не смогла найти дорогу из супермаркета домой, потому что у нее сломался GPS. Господа кандидаты, а вы уверены, что у избирателей не полетит навигатор, ориентирующий в политическом пространстве? А вот эти нынешние политики, которые избирательную кампанию ведут, они, я говорю, они забыли про существование избирателя. Они на фокус-группах ничего не тестируют. Они сами придумали. Условно говоря, я сижу там, Миронов придумал какой-то лозунг, значит, своим там коллегам показал, они же еще твои подчиненные, они же все браво, гениально. И он думает, да, гениально, значит, и это говорит, не дадим украсть пенсии. А что там избиратель при этом поймет, он не понимает. Но он даже не задумывается об этом, понимаете. Слушайте, людям, значит, не нравится, что у них низкие зарплаты, пенсионерам не нравится, что у них низкие пенсии. А еще нам надо, значит, проблему ЖКХ поднять, потому что люди не хотят платить за капремонт. А еще нам хорошо бы, значит, пообещать, значит, специально для молодежи, чтобы привлечь ее на участки, хорошо бы нам еще для молодежи какую-нибудь такую интересную идею придумать. А еще для жителей села, значит, пообещаем развивать фермерство и прочее сельское хозяйство. Правильно, все правильно. Ну и давайте вот начинаем вести компанию. И давай, значит, сегодня по фермерам сказал, завтра про молодежь, послезавтра про пенсионеров. Полная сфокусировка, ты говоришь обо всем. Проблема в том, что все остальные тоже говорят о том же. И все-таки некоторые говорят конкретные вещи. Вспомним Айтала Ефремова или Чукура Гаврильева, написавшего в социальной сети. Народ всегда на стороне обиженного. Если Савичи не снимут за неделю, за день до выборов, он победил. Чукур Николаевич, вы молодой главный редактор и молодой политик. И вы Айтал. Может, потому мне на ум приходит цитата от Оскара Уайльда. С нынешней молодежью просто сладу нет. Никакого уважения к крашеным волосам. На этом сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Всего вам доброго. До свидания.